ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Так что лучше все-таки обходиться без оружия, а еще лучше научиться управлять своим гневом. И пусть некоторым кажется, что их крик и истерики заставляют людей делать то, что им хочется. На самом же деле, в долгосрочной перспективе это ведет только к проигрышу. Близкие перестанут с ними общаться, а подчиненные вообще возненавидят и будут работать без энтузиазма. Есть несколько тактик управления гневом. Самые распространенные из них — это сосчитать до 10. Или вместо фраз «Все, я больше не могу, я сейчас взорвусь» повторять про себя. Это действует мне на нервы, но это не так уж и страшно. Я справлюсь, я не люблю этого, но я могу это спокойно пережить. Можно выбрасывать агрессивную энергию в спортзале. А еще хорошо в таких ситуациях помогает юмор. Но самым эффективным способом называют все-таки самомотивацию, когда ты принимаешь решение управлять своим гневом. Если ты верующий человек, то хорошей мотивацией будут для тебя слова царя Соломона. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Не хочешь прослыть глупцом? Начинай считать про себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова